Многие дачники спорят, муравьи все же санитары леса и сада или злостные вредители. Давайте разберемся в этой теме. Как известно, в природе ничего не бывает просто так. У каждого живого существа есть свое предназначение. Муравьи не исключение. Но нужны ли они на садовом участке, вот в чем вопрос. И, конечно, на него нет однозначного ответа. Давайте на чашу весов поставим пользу и вред этих насекомых и будем решать, избавляться от них или нет. Муравьи весьма отродолюбивые насекомые. В процессе строительства муравейника они перетаскивают семена растений, мелкий органический ссор и насекомых, что, безусловно, повышает гумус почвы. Отсутствие муравьев на участке – один из признаков бедной почвы. Известно, что муравьи уничтожают на даче и других вредителей – слизней, множество мелких гусениц, всевозможных мошек и даже паутинного клеща. Причем муравьи уничтожают вредителей на любой стадии развития. Личинки, яйца, гусеницы, мухи. С другой стороны, муравьи сами являются пищей для многих видов насекомоядных птиц, привлекая их на участок. А птички заодно полакомятся и другими насекомыми вредителями. Тоже ведь плюс. Еще одна польза от муравьев – разрыхление почвы. Своими множественными ходами, которые могут достигать длины до полутора метров, они делают почву более воздухопроницаемой, структурируют почву, перемешивают ее с растительными остатками, повышая ее плодородие. Доля фосфора в такой почве увеличивается в 10 раз, а калия – в 2-3 раза. Они приводят эти вещества в более доступную для растений водорастворимую форму. Вот вроде бы и все, что мне удалось вспомнить о пользе этих насекомых. Как видите, польза довольно ощутимая. А теперь давайте поразмышляем о вреде, который могут нанести муравьи в вашем саду и огороде. Вечный спутник садовых муравьев – тля. Распространяясь по участку, муравьи перетаскивают разные виды тли. Так муравьи обеспечивают их новой пищей, нежными побегами растений. Муравьи питаются сладким секретом, выделяемым колониями этих сосущих вредителей. Они выступают и в роли их охранников, защищая тлю от других насекомых. Желтые муравьи разносят тлю под почвой, доставляя мелких насекомых корням растений. Больше вам скажу, муравьи настолько умны, что забирают с собой на зимовку некоторые виды тли, чтобы весной снова начать выгуливать и выращивать колонии. Муравьи распространяют грибковые и вирусные заболевания. Они переносят возбудителей болезней на лапках и иных частях тела, заражая находящиеся рядом здоровые растения. Запах кислоты, выделяемой муравьями, отпугивает вредителей. И я могу предположить даже кротов, поскольку ни те, ни другие не трогают муравейники. Однако, эта самая муравьиная кислота повышает кислотность почвы. Это не нравится многим растениям. Если муравьи решили поселиться рядом с культурными растениями, впоследствии происходит их угнетение за счет того, что растения, так скажем, оказываются в подвешенном состоянии из-за многочисленных ходов. И нередко муравьи селятся в кашпо с растениями. Такие растения быстро погибают от недостатка влаги. Некоторые виды муравьев обустраивают муравейники не в земле, а в древесине. Они прогрызают ходы в ней, выделяют кислоту, заносят грибки и бактерии, которые быстро разрушают древесину. Она превращается в труху. Насекомые могут навредить не только деревьям, поселяясь в их дуплах, но и строениям. Бани, деревянные дачные дома, хозяйственные постройки находятся под угрозой. Многие замечают на газонах многочисленные холмики, и это могут устроить не только кроты, но и муравьи. Внешний вид ровной зеленой лужайки, конечно, портится. При недостатке насекомых муравьи резко становятся вегетарианцами и начинают подъедать плоды клубники, яблонь, груш и других культур. Муравьи могут навредить и цветочным культурам, подгрызают бутоны роз и пионов, приводят их к усыханию. Опасны муравьи и для нежной рассады. Они способны подгрызать корешки, листья и стебли, уничтожая молодые растения. Муравьи приводят к распространению по участку сорняков. Перетаскивая и поедая некоторые семена, они разносят посевной материал на большие площади. Ну и, конечно, союз тли и муравьев может нанести непоправимый урон декоративным и плодовым культурам. Тля, повреждая молодые побеги, не дает развиваться растениям. При большом распространении тли молодые растения могут и вовсе погибнуть. Мне кажется, что вреда от муравьев гораздо больше, чем польза. И поэтому для себя я точно решил, что свой маленький участок делить с муравьями я не буду. Хотят жить, он пусть идут в лес. Благо, дело, он меня недалеко. Средств борьбы с муравьями на сегодняшний день немало. Существуют, например, отпугивающие средства, но я считаю их малоэффективными. Есть средства на основе циперметрина. Вот этим раствором обрабатывают участок. Но все-таки я тоже считаю, что это больше такая поверхностная борьба. Уничтожаются только видимые муравьи, но никак не матка. А именно матку нужно уничтожить, чтобы избавиться от популяции. Есть еще аэрозоли. Я тоже считаю их малоэффективными. Существуют еще гели. Но вот ничего про них не могу сказать. Я ими не пользовался. А есть приманочные средства для муравьев. Вот ими я пользуюсь регулярно. Ну, собственно, каждый год. Как они работают? В этих приманочных средствах есть действующее вещество, яд. И есть, собственно говоря, приманка, которую с удовольствием поглощают муравьи и относят в свои муравейники. Кормят матку, и она погибает. Но есть тоже у таких приманочных средств свои недостатки. Вот как мне кажется, и многие подтверждают, что такие приманочные средства работают только в сухую погоду. Потому что они в виде порошка. И если порошок этот намокает, средство перестает работать. А еще существуют полуприманочные средства. Вот на них я хочу сконцентрировать ваше внимание. Эти средства также в виде порошка, который также можно рассыпать по участку. Но эти средства и можно разводить и опрыскивать те места скопления муравьев. В таких средствах используют действующее вещество хлорперифос. Но, друзья мои, обращайте внимание, чтобы в средстве вот этого хлорперифоса было не менее 2%. Тогда он будет работать хорошо. И в этом средстве тоже присутствует приманка. Как оно работает? Приманка, как я уже говорил, так и манит муравьев. Они проползают по порошку, либо по тем местам, где вы обработали жидким раствором. И через какое-то время погибают. Но они успевают за это время побывать в муравейнике, где, собственно, заражают, пачкают других муравьев. И до матки это средство также доходит. Я уже второй сезон использую препараты от компании Брос. Брос, вот там-таки как раз действующего вещества 2% и плюс прекрасное приманочное средство. Вот еще, что очень важно, препараты Брос от муравьев, они полностью водорастворимы. То есть можно абсолютно смело использовать опрыскиватели, они не испортятся и не забьются. Средство выпускается в разных объемах и для небольших, средних и больших участков. Рассыпать средство везде не нужно, в грядки не сыпьте, это отнюдь не полезно. Я рассыпаю на площадках, дорожках и вдоль бордюров. Если будете разводить средство, на упаковке написано 100 граммов, а развести в 2,5 литрах воды. Можете смело, друзья, разводить 100 граммов на 5 литров. Рабочий раствор проверял. Препарат, кстати, действует и на других вредителей. Эта серия очень популярна, поэтому я думаю, что вы без труда препараты Брос найдете в магазинах вашего города. Продолжение следует...